МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика» в студии Галины Титарчук. Сегодня в Доме правительства вручали награды за любовь и верность. Их обладателями стали 11 семей, причем большинство из них – многодетные пары. С героями сегодняшнего торжества познакомился и мой коллега Дмитрий Ковалев. Жизнь прожить – не поле перейти. Те, кого сегодня пригласили в зал торжественных приемов Дома правительства, смогли преодолеть трудности и сохранить свою семью на долгие годы. Эти пары действительно достойны государственных наград. Их Михаил Игнатьев вручал вместе с супругой. Кавалерами Ордена за любовь и верность в этом году стали 6 семейных пар. Супруги Степановы живут вместе более полувека. Причем высокой награды Ивана Тимофеевича и Розу Степановну отмечают уже не в первый раз. Нам сначала медаль материнства, когда пятерых родили, а это уже вторая медаль, орден. Пятерых детей родили, воспитали, все работают. Два сына, три дочери. Дочери все в Сургуте работают. А сыновья один марбуссадер, а старший – милиция, следователь, старший – следователь. А в семье Белинских подрастают пять сыновей и три дочери. Причем младшему ребенку не исполнилось и полутора лет. Разве не в этом счастье, говорят супруги? Многодетной семье вручили орден «Родительская слава». Мы очень благодарны за эту высокую награду, за то, что так высоко оценен труд родителей. Мы любим детей и стараемся их воспитывать в правильном понимании смысла жизни. Мы стараемся им прививать любовь, заботу, внимание друг от друга, уважение. И в том, что жизнь нужно прожить достойно, чтобы потом в конце жизни можно было с радостью смотреть на пройденный путь. За последние годы количество многодетных пар в республике увеличилось на 25%. Работа по укреплению института семьи в Чувашии ведется эффективно, отметил Михаил Игнатьев. В целях дополнительного стимулирования рождаемости выплачиваются федеральные и республиканские материнские капиталы. Пособия в случае рождения третьего и последующих детей выделяются субсидии молодым семьям на улучшение жилищных условий. Временно исполняющий обязанности главы республики поздравил виновников торжества. Крепкие семьи отметил Михаил Игнатьев. Это опора для региона и страны. Митрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Одной из семей, которую наградили орденом за любовь и верность, стала семья Андреевых из деревни Устыка-Сыч Баксарского района. Наша съемочная группа побывала у них в гостях и узнала секрет семейного счастья. Алексей и Нина Андреевы познакомились во времена студенческой жизни и с тех пор идут по жизни рука об руку. С того момента уже прошло более 50 лет. Супруги признаются, случалось всякое и буря, и невзгоды, но одно оставалось неизменным – поддержка и забота любимого человека. Друг друга надо любить, друг друга надо уважать, поддерживать друг друга. Если у него будут тяжелые времена, надо помочь. Если у меня, так он должен мне помогать. Вот так и живем. Алексей Яковлевич вспоминает, его, молодого тракториста, поразила в Нине Васильевне скромность и красота. А молоденькая девушка увидела в юноше свою опору. За время супружеской жизни у них появилось трое детей, семеро внуков и шесть правнуков. Они учат правильно жить нас, как к людям относиться, как относиться к своим родным, близким, ко всем, к окружающим. Учат абсолютно всему. Они для меня уже все уже, как моя, на самом деле, родная семья. Я поражаюсь их упорством. Вот именно вот они поставят себе цель, они обязательно эту цель выполняют. Таких семей бывает мало. Мало кто сможет, прожив столько лет, пронести все вот это, вот как в молодости бывает. В свои годы супруги не сидят на месте. В собственном огороде разбили парник, где выращивают овощи. Нашлось место и для деревьев. Алексей Яковлевич увлекается рыбалкой. Урожаем и уловом с удовольствием угощают всех членов семьи. Они навещают родных постоянно. Слава Богу, всегда вместе, друг к другу помогают. Как праздник все приезжают. Дети, внучки, правнуки. Семья Алексея Яковлевича и Нина Васильевны – пример для всех близких и друзей. Ведь от маленькой искорки любви они разожгли семейный очаг, который греет и подпитывает энергией множество людей вот уже 50 с лишним лет. Татьяна Леонтьева, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов, Республика. День семьи, любви и верности в России появился недавно, но имеет давние исторические корни. В этот день православная церковь чтит святых Петра и Февронию. Скоро и в Чувашии появятся места, где можно будет поклониться святым и попросить у них долгую, счастливую семейную жизнь. Петр и Феврония, святые, они покровители супружества. Они прожили жизнь, так прожили жизнь, и даже помнили в один день. И они вот так молятся, чтобы супружество крепкое было, чтобы не расходить, чтобы все было получено. И они в этом деле помогают. Скоро и у нас памятник Петру и Февронии около монастыря, там уже место выбрано. Уже его отлили, теперь расплачиваются на деньги. Вот как наберем, тоже поставим, тоже будут новобращенные приходить и попросить благословения, и просить помощи, чтобы им не разводиться, чтобы этот брак был до самой смерти. Приведение некоторых республиканских законодательных актов в соответствии с федеральными. Этой теме были посвящены вопросы очередного заседания Кабинета министров Чувашии. Каких направлений коснутся изменения в нашем репортаже. В начале заседания временно исполняющий обязанности главы Чувашии сообщил коллегам о подписании указа о мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства республики. Озадачиваю Кабинет министра Чувашской республики разработать и утвердить стратегию развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года, где должны быть предусмотрены меры, направленные на увеличение доли продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме балового оригинального продукта к 2030 году в два раза. Вслед за федеральным законодательством Минфин предлагает вынести изменения в закон об административных правонарушениях, приравняв к ним нарушения в сфере бюджетных отношений. В настоящее время в целях усиления ответственности за нарушение бюджетного законодательства с санкциями ряда новых статей кодекса предусматривается дисквалификация. По предложению Минстроя республики учреждается новый орган, который будет определять необходимость капитального ремонта. Специальная комиссия. В состав комиссии включаются представители органов местного совмуправления, регионального оператора, государственной жилищной инспекции, осуществляющие государственный технический учет жилищного фонда, то есть БТИ, органы муниципального жилищного контроля, организации, осуществляющие управление на квартирном доме. На заседании правительства рассмотрели и другие вопросы о переводе сельскохозяйственных рынков в капитальное здание, о распределении бюджетных средств на капремонт и субсидии на улучшение условий труда. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. Этот день прошел в Чувашии под знаком борьбы с онкологическими заболеваниями. В Чебоксарах находится главный онколог Минздрава России, профессор Михаил Давыдов. Он приехал, чтобы провести мастер-класс для хирургов республиканского онкодиспансера. Сегодня с Михаилом Давыдовым встретился временно исполняющий обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев. Директор Российского онкологического научного центра, главный онколог страны Михаил Давыдов, ученый с мировым именем. При этом он всегда находит время и возможность помочь коллегам из Чувашии. Михаил Игнатьев поблагодарил профессора за содействие республиканскому онкодиспансеру, отметив, что в последние годы в республике модернизации и оснащению лечебных учреждений уделяется самое пристальное внимание. Главный онколог страны, в свою очередь, высоко оценил работу коллег из Чувашии. Кстати, именно здесь работает лучший онколог России Сергей Гафонкин. Особенно профессор отметил профиль здоровья как дополнительную меру по укреплению здоровья и повышению качества жизни населения. Буклеты по профилю здоровья женского, мужского, вообще профиль здоровья семей, это очень хорошая находка, на самом деле. И надо тиражировать. Тиражировать как достижение Чувашского здравоохранения, руководства Чувашии. Это как раз для пропаганды сделано? Да, это хорошая самомобилизация, это хороший культурный уровень работы с населением. Сегодня же Михаил Давыдов принял участие в открытии телемедицинского центра. На завтра запланирован мастер-класс по хирургическому лечению злокачественных опухолей. Он пройдет с использованием возможностей центра. За происходящим в операционной в онлайн-режиме будут наблюдать 120 хирургов медицинских организаций Чувашской республики. К другим новостям. Михаил Игнатьев встретился сегодня и с собственником и президентом холдинга АБС «Электро» Ненедом Поповичем. В ходе встречи обсуждались вопросы развития энергетической отрасли в Чувашии. Михаил Игнатьев отметил, что показатели предприятий холдинга АБС «Электро» хорошие. На производстве атмосфера ровная, работают талантливые и целеустремленные люди. Примечательно, что специалисты постоянно совершенствуют качество выпускаемой продукции, используя современное оборудование и технологии. Активно ведется разработка новых и модернизация имеющихся изделий. Президент энергетического холдинга Ненат Попович отметил, что год для промышленности складывается сложный. Но несмотря на негативные процессы в экономике и на потребительском рынке, предприятия холдинга демонстрируют положительную динамику. С учетом политики импортозамещения предпочтение отдается российским партнерам. Сегодня в Чувакстарах прошел форум замещающих семей. На этой площадке уже третий год подряд обсуждают перспективы Института попечительства и чествуют лучших опекунов. Подробности в следующем репортаже. Семья Львовых из Цивильского района одержала победу в региональном конкурсе. Супруги воспитывают шестерых приемных детей. Дружному семейству вручили кубок, дипломы и путевку на Всероссийскую ассамблею замещающих семей, которая пройдет этим летом в Москве. Без наград не остались и другие участники форума. В финале республиканского форума приняли участие замещающие семьи со всех районов Чувашии. В фойе Дворца детского и юношеского творчества опекуны презентовали свои подделки и красочные плакаты. А кому-то удалось представить на суд зрителей музыкальные визитки. Деловая часть форума, дискуссионные площадки и мастер-классы. Родители, педагоги и специалисты органов опеки обсуждали проблемные вопросы, которые возникают при устройстве детей в приемную семью. Дети, оставшиеся без опеки, попечения, непростые дети. Они сложные. Они требуют удвоенной, утроенной любви, энергии и усилий. И семьи могут объединиться, могут поделиться с опытом и могут помогать друг другу. Основная цель нашего форума объединение приемных семей, замещающих семей и распространение положительного опыта и поддержка тех приемных семей, которые испытывают трудности при воспитании приемных детей. У подобных форумов есть и другая задача. Идеи, пожелания, которые в регионах озвучивают приемные родители, не останутся неуслышанными. Эксперты отмечают, что в институте опеки и попечительства должны произойти серьезные перемены. Стандарт работы сотрудника органа опеки только-только начинает появляться. Кто за что отвечает, какие нормативные акты применяются, что должен делать сотрудник органа опеки, на сколько человек он должен работать. Сегодня один сотрудник органа опеки участвует на 2,5-5 тысяч человек. Конечно, это большая сложность для них. Поэтому здесь, конечно, нужно, как в Европе, привлекать общественные организации. Например, та же Болгария. 100% системы сопровождения приемных семей находятся в руках общественных объединений. Они и помобильнее, они и полояльнее, они и менее ресурсные. В этом году участниками форума замещающих семей стали более 500 человек. Гости из других городов презентовали в Чебоксарах уже наработанные проекты. На территории Пенинской области это кафе приемных семей. Я о нем рассказала, я смотрю, ваши сотрудники опеки уже подхватили тоже и хотят устроить его здесь у вас, на вашей земле. Я знаю, что многие регионы, после того, как я на форуме озвучила этот проект, тоже переняли такой опыт, потому что это площадка для неформального общения приемных родителей, где мы можем делиться опытом, помогать новичкам и плюс преодолевать кризисы, которые неизбежны есть в приемной семье. В Чувашии в приемных семьях сейчас воспитываются 92% детей-сирот. Причем за последние годы в республике закрылись три детских дома. Количество вновь выявляемых детей в перспективе у нас будет практически уменьшаться. Это очень здорово. Это говорит о чем? Это говорит о том, что люди уважительно относятся друг к другу. В каждом муниципалитете есть своя служба или организация, в которой оказывается психологическая, педагогическая поддержка родителей и детям, а также, что немаловажно, юридическая помощь. Возникают разные споры в отдельных случаях. Здесь, конечно, на безвозмездное настроение мы оказываем. Своей эффективностью и результативностью оказала такая форма помощи ребенку, как гостевая семья. Наша задача – обеспечить вам комфорт, и чтобы вам было удобно, чтобы у вас все получалось. Поэтому я надеюсь, что площадка этого форума действительно родила какие-то решения и наказы, которые мы заберем и выполним все ваши задания. Поэтому спасибо вам. Вы и есть опора развития нашего государства. Дмитрий Ковалев, Алена Латухова и Олег Якимов. Республика. Чуваши в преддверии выборов. В Центральной избирательной комиссии приняли документы 11 человек, пожелавших стать кандидатами на пост главы Чуваши. Сейчас все они должны пройти так называемый муниципальный фильтр. Для поддержки своего выдвижения необходимо собрать минимум 287 депутатских подписей, причем нотариально заверенных. Мои коллеги встретились с некоторыми кандидатами, чтобы выяснить, как они проходят муниципальный фильтр. Норма, что необходимо собрать депутатские подписи, заверенные нотариально в российском выборном законодательстве, появилась недавно. Поэтому некоторые сложности испытывают не только кандидаты, но и муниципальные депутаты. На самом деле, я бы сказал так, отказов особых нету. Есть определенные, скажем так, разговоры, когда, скажем так, задают какие-то вопросы дополнительные, связанные с нашими планами, в том числе, по тому, зачем мы выдвигаемся, какие, ну, можно сказать, реформы мы предполагаем в рамках, скажем, если будем, да, там считать так, главой Чувашской республики. Поэтому, а так, в общем-то, отказов таких жестких нету. У нас установлено, что конкретный последний срок сдачи документов для регистрации – это 3 августа. Поэтому у всех партий до 3 августа еще достаточно времени, чтобы собирать. Что касается Комбарди Российской Федерации, которая меня представила и выдвинула, так мы сейчас, собственно, ведем, ну, и как бы завершаем вот эту работу по сбору подписей. Депутат Госдумы Валентин Шурчанов рассказывает, что в свое время он предлагал закон, который отменял муниципальный фильтр. Но большинство в парламенте не согласилось с мнением партии. Члены фракции «Единая Россия» оставили эту норму. Правда, с оговоркой – не мешать в сборе подписей от муниципальных депутатов. Все оппозиционные фракции в Государственном Думе проголосовали за эти поправки. Только «Единая Россия», вот, по сути дела, устоял, как бы, этот проект. В конечном итоге было принято решение самим руководством «Единой России», что не создавать никаких препятствий. Все партии политические, которые хотят участвовать в выборах, пусть они участвуют. И более того, раз «Единая Россия» – это партия правящая, то она должна способствовать и помогать. Исполняющий обязанности главы Чувашской республики Михаил Васильевич Игнатьев, собственно, выступая и говоря о том, что нужно создать условия, он, по сути дела, повторил вот те самые решения, которые состоялись на уровне парламента Российской Федерации. Владислав Аркадьев также не испытывает трудности в сборе подписей. Говорит, что даже не рассчитывал на такой доброжелательный настрой, чтобы депутаты подписывали бланки к кандидату от оппозиционной партии. Я считал, что будет гораздо сложнее, потому что, ну, вот у «Яблока» нету своих депутатов, и практически все партии вынуждены собирать подписи у депутатов единороссов. Вот. И поэтому такое… Ну, опаска была. Но вот перед началом избирательной кампании глава республики собрал представителей парламентских партий, и организовал встречу. Также был там на этой встрече представитель Центра избиркома Чувашия. И нам дали понять, что вообще-то власть в республике, она желает, чтобы была конкуренция политическая, чтобы желающие могли участвовать в выборах. И, в принципе, тогда было заявлено, что власть работает с депутатами, фактически с единороссами, получается, чтобы они, ну, как сказать, не вредничали, да, подписывали представителям других партий. Вот. И здесь вот, хочу сказать, что слово они сдержали. Кандидаты на пост главы Чувашии единодушны в своем отношении к сбору подписей от муниципальных депутатов. Если объединиться в решении этой задачи, то пройти ее будет несложно. Каждая партия, которая заинтересована сборой подписей, безусловно, в общих этих партийных мероприятиях должна участвовать. Ну, а если будешь призывать, извините меня, там, якобы, из-за того, что ты не собрал подписи, митинги там где-то в Москве проводить, то подписи явно, конечно, не соберешь. Потому что для сбора подписей, даже партиям, представленным в Государственном Думе, нужно очень, достаточно много времени, понимаете, и много нужной энергии. Нынешняя власть в республике не только декларирует открытость и демократичность, но и делает все, чтобы будущие выборы стали открытыми, конкурентными и честными. Если кто-то из кандидатов заявляет, что будет выходить на улицы и митинговать, значит, не очень-то рассчитывает на свои силы. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Андрей Шоклев, Сергей Рябчиков. Республика. В Нижегородской области проходит межрегиональный Приволжский день поля 2015. На Большую Поляну, около села Татинец, приехали представители всех регионов ПФО. Новые технологии, продукция, техника, профессиональные конкурсы – все это в программе Дня поля. Наша съемочная группа узнала, как развивается сельское хозяйство округа. На совещании, посвященном развитию отрасли в округе, министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев отметил, что Дни поля стали хорошей традицией и хорошей площадкой для обмена опытом. Перед аграриями страны стоит важнейшая задача – заполнить полки магазинов собственной продукцией. Также необходимо серьезное внимание уделить производству собственной сельскохозяйственной техники. В рамках межрегиональной выставки прошла презентация новейших технологий в растеневодстве и животноводстве. Представлено более 180 различных машин. Руководитель Минсельхоза положительно оценил работу агрария в Чувашии. Потенциал производства молока, производства мяса, как и был и есть сегодня, огромен. Естественно, на базе, на основе и семейных ферм, и, конечно, и комплексных подходов. Понятно, что и зерно для вас тоже, в общем-то, достаточно эффективный продукт. Поэтому Чувашская республика, в общем-то, демонстрирует неплохие темпы развития сельскохозяйственного производства. С учетом сегодня конъюнктуры, которые складываются на рынке, в пользу нашего отечественного сельскохозяйственного производства. Так что вы идете в ногу со временем. Дети России за мир. Акция с таким названием стартовала по всей стране весной этого года. Сегодня в Чувашии наградили авторов лучших работ нашего региона. Голубь мира. София Рябинина. Пять лет. Пусть всегда будет мир. Александра Основина. Семь лет. Жизнь Светланы Теренина. Три года. На конкурсы всей страны прислали более 17,5 тысяч рисунков. В основном это яркие радужные работы. Что такое война, эти дети знают только по рассказам взрослых, фильмам и книгам. Однако это как раз то самое поколение, которому, как поется в Бухенвальском набате, предстоит быть зорче втрое. Идея акции пришла из Воронежской области. Она граничит с Украиной. И там, пожалуй, лучше всего слышно эхо трагических событий в соседнем государстве. Мы решили, что раз уж наши садики наполнены в том числе убежителями, и раз уж мы как раз объединены вопросами мира и сохранения мира, то, наверное, нужно принимать с очень малых лет культуру мира. И мы решили инициировать такой конкурс, как «Дети России за мир». С 30 марта по 9 мая в интернете формировали специальную фотогалерею детских рисунков. Проголосовать за понравившуюся мог любой. Победители определяли в каждом регионе. Белый голубок мира. Четырехлетний Лерой Федоровой из Чебоксар собрал около двух тысяч голосов. И это третье место по России. Всего же призерами в Чувашии стали 12 воспитанников детских садов. Аня Шакирова назвала свой рисунок «Летите, голуби, летите». Я нарисовала этот рисунок, стала одесна, сама все. Я старалась до конкурса, чтобы победить. Но я не победила, а вошла в победителя число. Призы и подарки получили дети о благодарности родителям. Михаил Игнатьев отметил, они нашли время не просто сесть и порисовать с детьми, но и объяснить мир очень хрупок. Его надо оберечь. Ольга Пырочкина, Елизавета Зайцева, Олег Якимов, Республика. Ипотека становится доступнее. В частности, с 1 июля Сбербанк на 1% снизил процентную ставку по кредитам на покупку вторичного жилья. Кроме того, существенно упрощена процедура предоставления документов. Теперь, чтобы оформить ипотечный кредит, достаточно обратиться к партнерам Сбербанка, агентствам недвижимости или застройщикам. Репортаж об услугах Сбербанка смотрите далее. Я с вами прощаюсь. До свидания. Теперь минимальная ставка по ипотечному кредиту Сбербанка на покупку вторичного жилья 13%. Это касается специального предложения для молодых семей при условии оформления страховки защищенный кредит. Кроме того, продолжает действовать ипотека с господдержкой. Для покупки новых квартир у застройщиков под 11,9%. Ипотека с господдержкой запустилась у нас в конце марта, но мы понимаем, что не весь потенциал этого инструмента был реализован именно потому, что очень высокий был дисбаланс между ставками на первичку и на вторичку. То есть если на первичку, то 11,9%, а на вторичку очень высокие ставки были на ипотеку. Людей это сдерживало. Специалисты Сбербанка прогнозируют, что после понижения ставки желающих улучшить свои жилищные условия с помощью ипотеки станет больше. Для упрощения процедуры оформления документов запущен сервис «Партнер онлайн», с помощью которого потенциальный покупатель квартиры прямо в агентстве или офисе застройщика может выяснить, на какую сумму кредита ему рассчитывать, каковы будут ежемесячные платежи и другие условия. Для этого надо всего лишь заполнить анкету. Вот миллион семьсот, и мы можем сразу рассчитать. То есть 20% у нас первоначальный взнос минимальный. То есть это миллион триста шестьдесят у нас будет в кредит на 10 лет. При этом, значит, у нас будет платеж 1 тысячу девятьсот пятьдесят два рубля. И подтвержденный доход мы сразу здесь видим, какой нам нужен 24 тысячи сто сорок восемь рублей. После этого риэлтор заполнит заявку на кредит и отправит ее в банк. Если кредит одобрят, система мгновенно проинформирует об этом. Мы сразу прямо из офиса отправляем документы на покупаемый объект недвижимости. То есть не выходя отсюда, сразу все можно оформить. И, соответственно, вы не будете стоять ни в очередях в Сбербанке. Уже придете непосредственно только на подписание кредитного договора. В Чуваксарах работают пять центров ипотечного кредитования Сбербанка во всех районах города. В Центральном по улице Карла Маркса, 52. А в окнах МФЦ можно сразу зарегистрировать сделку и уже начинать готовиться к новоселью. И переехать к родителям. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА